Здравствуйте! Начинаем обзор путешествия по Черному морю в восточном побережье Крыма. Переправшись через паром, проезжаем город-герой Керчь. Далее следуя по горно-равнинной местности по автодороге на Ялту, первым местом нашей остановки, где можно покупаться, это поселок Приморье или Приморский. Он расположен на Акманайском перешейке в 14 километрах к северу-востоку от Феодосии, побережье Феодосийского залива Черного моря. Высота над уровнем моря 6 метров. Самый крупный считается в Крыму по числу населения поселок, численность около 13 тысяч человек. В западнее расположено соленое пересыхающее озеро Аш-Ши-Голь. Пляж проходит рядом с дорогой. Пляж песчаный, дно тоже песчаное. Вода чистая даже во время шторма была замечена. На берегу лежат огромные камни, но дно моря чистое, песчаное. Песчаный берег просилается почти до самой Феодосии. Между Феодосией и Приморским есть красивый побережье, называемый Золотой берег. Следующая установка у нас будет Феодосия по маршруту на Ялту. Вот мы видим штормующее море, шторм Феодосии. Здесь уже галька, ракушечник и ремешник. Вода, конечно, грязноватая, но сам город чистый, город красивый, хороший. Много достопримечательностей есть мест в Феодосии. Но купаться здесь мы не решились. Вода была на тот период времени грязновата, но люди приезжие отдыхали. Вот море такое стурмует. Это Феодосия все. Пляж нам не понравился. Что на море застал, что Приморский был, что Феодосия. Но Приморская вода была чистая, а здесь грязноватая. Приморская вода. Посмотрели мы так на море и поехали потом дальше. Коктайбель. 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 Поселок горского типа. Расположен на побережье Черного моря 20 километров к югу запада от Феодосии. На Приморской автодороге, которая следует до Алушты по нашему направлению. На берегу Коктайбельского залива у подножия вулканического массива города расположены хорошее место для купания. Берег Галька в основном. Коктайбельский залив открыт в направлении на юго-восток. С востока ограничен узким мысом Кик-Атлома, на котором расположен поселок гороскопа типа Орджоникидзе. Мы, конечно, туда не поехали. Остановились на ночлег. У нас был маршрут по 2-3 дня в каждом населенном пункте. Все было нам отведено на отпуск 10 дней. Здесь остановились на 2 дня побыли. Нам понравился молодежный поселок. Место для отдыха есть. Развлекательных тоже мест много. Ну и, соответственно, есть дегустационный центр их винзавода Коктайбель. Большой винный завод. Каньяки можно пробовать, но вина хорошая. Вина можно брать. Климат здесь в основном как степной идет. Лето очень жаркое и засушливое. Дождей очень мало бывает. Солнечные дни здесь много. Пляж в основном жалька. Вода чистая. Хоть и море все штормовал, но уже в момент, когда мы подъехали, море тихо, не так штормило оно, конечно. Вода чистая. Сам поселок чистый. И цены на жилье, и питание приемлемые. Можно снять жилье рядом с морем. Мы снимали недалеко от автовокзала. Улица, не помню, как десантика или что. Там и есть такая улица. Там дешево вообще жилье. Можно снять и за тысячу рублей. Это было в июле месяце. Можно снять, даже сдавали и 300-400 рублей. Ну, неблагоустроенное так вот жилье сутки. Нам это подходило. И многие приезжают и отдыхают по этим ценам, говорят, приемлемо. Ну, будем наблюдать за пляжем. Отдых нам здесь понравился. Посмотрим, что будет дальше. Будем дальше тоже проезжать другие населенные пункты и будем делать вывод нашего пребывания по нравственным или нет в тех или иных местах, где мы побывали. Итак, побывали в Коктебеле. И дальнейший путь держим на юг полуострова Крым до Алушты. Проезжая Судак, нам Судаке сильно не понравилось. Мы там перед Судаком немножко покупались. Берег камни, галька. Перед Судаком был Судак. Мы на побережье не заезжали, не зная, какой там пляж. Но город, он сильно такой нас не устроил. И мы поехали дальше. Вот в Алуште приехали. Алушта тоже понравился нам. Сам город хорошенький, чистый город. Пляж тоже чистый, галька. Есть и песок тоже отведенный. Там есть место, где только песчаный берег. Красиво, конечно, тут отдыхать, потому что людей тут много. А раз много людей, значит, как-то и веселее отдыхается. Места здесь хорошие. Само Алуште. Есть свой дефинар в вечернее время, где можно доступ провести. Очень много развлекательных центров для молодежи. Нам лично отдых в Алуште понравился. Мы сперобрали на два дня ночлег. Потом нам захотелось еще один добавить. И добавили еще один день. Так как действительно здесь очень нам понравилось. Но и в дальнейшем надо тоже ехать южнее и до Ялты. Ну, побывали здесь. Покупались. Вода хорошая, чистая. Сразу говорит, дно чистое, песчаное такое. Есть и камни, конечно, но нормально так. Побывали во время шторма. Но вода по сравнению с другими местами, где мы были, здесь намного чище. Вода теплая, так как южнее мы все-таки прибыли. И нам это дало очень хорошее впечатление. На продолжение отдыха еще добавили один день. Людей много. Много очень с детьми. Весело. Питание и ночлеги здесь тоже дешево. Как и в Тебиле. Недорого, сразу говорю. Приемлемые цены. И на ночлег, и на питание. Можно отдыхать. Дальнейший путь держим на Ялту. Вот приехали в Ялту, прибыли на пляж. На пляже места такие свободные, потому что чуть-чуть дороговато. Люди в основном сели свои коврики и на гальке отдыхают. Тоже людей очень много в Ялте. Улицы перегружены транспортом. Улицы не широкие. Транспорта очень много. Но отдыхать тоже приемлемо здесь хорошо. Цены на питание и на ночлеги здесь дороже. По сравнению с другими населенными пунктами, где нам пришлось побывать. Вода чистая, берег чистый, дно тоже. Галька чистая, хорошая. Нормально. Отдых нормальный. Много достопримечательных мест здесь есть. Понравилось нам тоже здесь. На автомобиле здесь тяжело ездить, потому что пробки по узким улицам Ялты, как и в крупных населенных городах России. Путешествия в основном нормальные. Отдых можно здесь проводить. Много хороших достопримечательностей есть вокруг Ялты. Мы их, конечно, посещали. Вот такой краткий обзор моего путешествия восточном побережье, полуостров Крым. Может, кому понравятся те места, которые не понравятся, а может, и нет. Выбор за вами. Пишите свои впечатления на страницах просмотра видео. Нравится вам или не нравится. Хотите быть первым, получать известие о добавленных новых видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успехов, всего доброго, до свидания.